а вот так если есть мало краски но нечем нечем сейчас вот этим вот этим накидаешь весь тональный рисунок картинку вот тот задничек вот этот передничек тональный рисунок картины одним только синим хорошо чтобы пленарность живописи выразить можно пойти по такому пути придем точно хорошему результату значит весь тональный рисунок заполняешь заполняешь да так чтобы пробелы ну как если у тебя был бы карандашик а тебе нужно нарисовать это как если у тебя карандаш ну так осиний карандаш смотри и вот эти ребятки вот они все все мостик трогаешь трогаешь смотри когда ты наберешь тональность ты возьмешь мостика и вот у нас сразу появилась розовизна света прикольно вот у то же самое в районе линейки горизонта значит у нас только синие и вот этот инструмент сбил нас толку полностью там розовый цвет а тут оранжевая дрянь разберите убрать вообще всякую оранжевость и продолжить наполнять так как будто бы у тебя и нет другого цвета под вышкинский свет вот как я вышкивал ну вот этот свете когда то есть рисуночек чуть-чуть еще до выделать я я вот этим выделал но будешь я вот здесь вот съел был свет точнее можно было бы сработать тоже было бы неплохо стволики по накидать рисуночек по накидать то есть максимально подробненько сработать в рамках синего хорошо ну у тебя черно-белые возможности но я его все-таки хочу тебе до показать потому что даже вот эти вот глухие места уже держат рисунок глухие места будут держать рисунок есть там прямо глуховатость этих ну я предполагал бы это кистью сделать но раз уже просто кистью это дольше я сам уже влезу мастихином но у нас появится от этого появится рисунок и мы спокойно с чувством с расстановкой по зашвыряем туда все необходимое в цвете и блин напрасно и пленэр состоится идея пленэрности живописи за счет вот этих синик она очень звучит то есть просто не хватает терпения на это кажется ну вот я сейчас нас нашвыряю в цвете но в цвете ты сразу начнешь теряться так же как ты влезла вот этим жутким цветом сюда и она нарушила гармонию картины а теперь конечно берешь все цветнотики которые там представлены может быть начать с холодненьких лежачая кисть прекрасно тебе эти травы нашвыряет но у тебя всюду в подкладке будет синька тенистость солнечного дня она синяя то есть и в траве это синька она везде она везде это синька а как только начнут появляться рыжу не которые являются солнечными солнечными по своей затеи но вот это вот солнечный свет он рыж как только они начнут появляться сразу картину пришел смотри все все нет проблемы больше но у тебя четкая разница между теневыми и световыми благодаря этой синьке вместо оранжевого розовинка если ты выходишь на пленэр вот сделай синим не прогадаешь не потеряешься в цвете вместо оранжевого розовь Розовый перешибет чуть-чуть этот цвет, но из подкладки всюду будет синюшечка-синюшечка. Вот сразу свет пришел в картину. Постарайся размер мазка соблюдать примерно один, не изменять определенному размеру выбранного мазка. Чтобы мазочек везде был примерно вот такой, то ты можешь вот так положить, то есть мелкость мазка старайся одну и ту же соблюдать. Но я могу прямо уже перейти вот на эти плюши, деревья там. Ну сначала свет дороздай везде, где он есть, на столбах там и начнется. Странненький цветик раздобыла, коричневый. Сиреневик. Так он и есть там синий. С синем там. А ты пошла в коричнево-синий и он стал противно зеленого цвета. А он там именно тенистый, а не зеленый. Синий. А вот зеленит он вот здесь. В окружении как раз этот цвет. Да. Вот тогда все по-честному. Причем глуховатое пятно. Глуховатое. Никакое. Почти без различающих, без развлечения в них. Вот прямо глухое, смотри. Вот я его сейчас наращиваю и оно становится правдоподобнее. Но нет его там. Только структура краски сама по себе чуть-чуть намекает на то, что там что-то торчит. Такая же глухота вот здесь. Коричнево-синяя. Можно голубой из коричневого. Голубой цвет более мощный и он быстрее даст вот эту смугу. Ну и вообще он к зелени более причастен. А синька всюду чуть-чуть пускай помигивает. Хорошо? Вот такой мелкий мазок. Чуть-чуть такой импрессионистичный, даже не чуть-чуть, а вполне импрессионистичный. Импрессионистичный в том смысле, что у него есть вот этот вот перышный характер. Можно уже темноту на ветке ставить? Да, да, да. Перышный характер. А как же тряпочка? А зачем тряпочка? Ну, вы делали тряпочкой. Кого, кого? Ну, деревья. В данном случае это не другая манера исполнения. Совершенно другая манера исполнения. Вот такой мазочечный характер. Вот такой. И стыкать всю картину вот таким мазочком. И синьку задействовать, и голубой, и коричневый. Ну и теплость цвета там оранжевизна. Его можно посветлее, потемнее. Да, да, да. Вот такая рябь мелкого импрессионистичного мазка. Не, ФЦ с коричневым. И ФЦ с коричневым, и синий с коричневым. И синий сам по себе. Он смешается там с кем-нибудь. Станет более сложным, чем просто синька. И вот эта синева, она всюду пусть немножко помигивает из-под. Тема, темноты не хватает. Да, вот этой. Поскорее ее подсунуть. Потому что без нее непонятно что рисуем. Пусть они будут эти следующие мазочки заслонять. Заслонять. Ничего страшного. Зато у нас рисунок будет. Обрати внимание, что я делаю. И вот так. Да уже сколько раз. Ага, хорошо, хорошо. Но я имею ввиду, что я делаю не только провожу, но и нашершавливаю как бы. То есть мерцательный характер этим задается, что тоже хорошо. Мало того, смотри. В одном месте оно с кашей краски соседней перемешалось. Получился один вариант тонального. В другом недоперемешалось, получился другой вариант. Он в итоге богатеет. Все-таки хочется включить такой телефон, потому что мой компьютер не помогает. Потом немножечко стволом дополнишь вот этого цвета. красниночки. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так. Мерцательно. Согласна? Да. Чуть-чуть. Я не нажимал. Я вот что она сбросила, то сбросила. Ну, такой мерцательный характер. И это вот и есть живопись, когда мы нахально подыгрываем. Вот эти окошки между, они должны быть как бусины. Надо их раз и навсегда понять для себя. Они должны быть как бусины. Бусиничный характер этих дырочек. Тогда появляется мозаичность и художественность. Не только ты этого не приметила сразу. Ну, я что-то пыталась туда. Нет, это копошня краски. А ты видишь, что я даю... Мозаичный характер. Мозаичный. Разного размера, но мозаичный. Плотный. Да? А здесь вообще маханьки и бусинки. Это всегда очень красиво. И это тоже говорит о том, что художник прошел некую школу. Вот если он этого номера не знает, не знает, как воспользоваться дырочками между, значит, он еще многого не знает. А с дырочками сразу к нему почет и уважение. Как все на дырочке сбужились. Интересная история. Мастер сразу с дырочками. Вот именно так. Не вот так, а бусинки, бусинки, рассыпанные бусинки. В общем, делали сфолики и бусинки. Да. Смотри, как бусинки и сфолики сразу сыграли песню. Да. Вот этих ребят не докладываешь много, не докладываешь. Любит густую краску свет. Посмотри. Да. Вот если для тебя это станет навсегда, то больше никогда тебе не придет в голову вымазюкивать какую-то крайнюю недостаточность. Ты сразу знаешь, что это свет и здесь нужно положить аж вот с такой густотой. Все. Он сразу свет. Ну да. Давай проверим. Свет. Не знаю, что тебя заставило положить туда коричневый. Но я все равно его вижу каким-то коричневым. Но я понимаю, что тут один голубой. Но дерево же. Дерево не коричневое, оно седое становится. Как только оно облепилось дождями, все оно не коричневое. Седое. Причем эта седина, она же прямо очень видна. Вот она, седина вот такая. Это какое-то представление о дереве, что оно коричневое. Вот если ребенку сказать, ну-ка нарисуй дерево, он сразу возьмет коричневый. Ну смотри, какие там холода. Какие красивые холода. Ну разве не так? А ты коричневый. Ну там и свет, поэтому там и голубой и оранжевит. Оранжевит цвет. Оранжевит. Категорический оранжевит. Особенно будет заметно, что он свет. Особенно он будет заметен как свет, если по соседству у него теневая, будет цвета тени. Цвет тени, а не цвет, как ты хотела, дерева. Сиреневый рядом. Голубоватый рядом. Поэтому свет начинает кричать. А пока он не цвет, а тени, он не кричит, не хочет. Так, вот там у нас яркая зелень на фоточке, да? Давай-ка я ее тоже подложу. Поле, для того, чтобы оно не было скучным, обычно поле зеленое себе до самого конца. Вот как пальцы заслоняют друг друга, и получается вот такая площадка. Представим себе, что эта площадка поле. Один маленький бугорок заслонил другой, третий, и пошло-пошло. И эти бугорки выстраиваются в горизонталь, заслоняя друг друга. Появляется то светлое, то темное, горизонтального, нарочито горизонтального характера. Единственное, что вблизи вот здесь у нас несколько звуков освещенной травы, торчащей достаточно высоко. Ты видишь, к этому полю я добавил напряженности мазочков. И все становится умненько. А дальше голубоватенько-зеленоватенько. Вертикально. И тоже с дырочками. А вот здесь дырочки делаете? Конечно. Кстати, смотри, можно после того, как ты подзверствовала, вот так вот вернуть. И у тебя почти то же самое. Еще одно. И давай, давай. Вот так же, как Ван Гог, вот там Ван Гог сейчас пишется. Он как Ван Гог берет и подсовывает прямо вот такие мазочки. Вот такие. Чуть-чуть их подсовывает. Вот такие чернявинки, которые держат ритм. Вот ты все причесала красивенько, а вот этот ритм, черный каркас картины, не до, не до сказала. Не только там в этом направлении. Посмотри. Вот чуть-чуть изменили направление по богателу. Где-то даже комковатый характер. Бусинки пока еще не очень опытный человек делал, но уже получше. В данном случае вообще бусинки у нас крупные. У нас не только там бусины, вернее. Там есть и целые острова. Но тоже они цельные, да? Не размазанные, а как цельные куски смальты мозаичной. Вот какое там состояние. Как цельные куски. Правда? Да. И это ты заметила, что оно слоями как зольтики. Это уже говорит о том, что человек разумный выполнял эту задачу. Могла бы не приметить. Обычно не примечает. Не приметила. Действительно, все это торчит обычно. Зонтично. 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 Как ты и показала правильно. Значит, достроишь здесь этих крупных звуков. слоями нечего тут делать. Сейчас все это удовольствие. Переладываем сверху. Правду мы просто светаем. Вот. посветлее тогда светлые партии любят густоту краски поэтому если ты видишь партия светлая не болит поэтому небо обычно делается очень густой краской хотя по идее его бы то сделать тонким слоем значит чуть-чуть его обкарнаешь вот здесь вот такими звучками хорошо обкарнаешь а потом заслонишь уже мазочками теплого характера есть они же цвет он оранжевит и все что там попало на свет все чуть-чуть с оранжевиночкой и по-прежнему свой вот этот красивый культурный мазочек но и не без синьки плюс синечка чуть-чуть синечка мазочечно все хорошо а Смотри, какой звонкий уголочек, он сразу в нос тычется. Такими категориями нужно научиться мыслить, потому что это акцентное звучание, а акценты в живописи очень важны. Вот эти боковушки, которые должны на что-то опереться. А может еще один перилок, потому что я здесь тоже добавила, у нас же картина пошла больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Коричневый голубой, розовый голубой, напустить сюда темнятину. Очень некрасивая клумба. Клумба красивая, когда есть каскад. Вот так же, как здесь ты каскад не доглядела, и здесь не доглядела. А с каскадом, посмотри. Сейчас покажу. Смотри, было вот так просто. Дуга. А стал каскад. Дополнишь сюда темноты. Дополнишь темноты синеватого характера сюда. Причем мазочек ритмичен вот в этом направлении. Смотри. Ритмичен в этом направлении. Вот аж заритмованно. Этот ритм сразу дал настроение легкого ветерка. Легкого ветерка. Ну и контраста не хватало. А теперь будет хватать, да, когда ты делаешь? Что сделаю? Сверху на вот это можно вытащить цветочки, которые здесь цветут. Все торчком, а эти ребята по горизонтали. И сразу видно, что это что-то другое, чем все, что в этой поляне. Оно, да? Молодец. Немножечко вот этих светлостей, которые более внятно заслонят одно от другого. Лежачий к холсту кистью. Вот таких вот, вот таких вот, чуть-чуть. Здесь не хватает вот этого светика. Вот этот же свет, который... И он здесь чуть-чуть тюкнул. К сожалению, съелся вот этот свет. Новичок обычно очень рабеет раздавать акцентно. Рабеет. Сразу видно, новичок, как только рабеет раздать акценты. Это ж не сложно. Надо просто понимать, что так больше нельзя. Надо, чтобы свет прокричал. Вот там дырочки не нарисовала, а тоже там дырочки симпатичные в деревце, которые чуть повыше, со своими там даже стволиками чуть-чуть. И с дырочками. Еще вот здесь покажешь то, что заслоняет. Вот эти вот, чуть-чуть заслоняют и пусть съедят тот краешек. Чтобы тот краешек сюда не вылазит. Вот если бы ты была бы большая девочка уже в живописи, ты бы кроме вот этого светика, который не свет, а отблески света от отражателей здесь, ты бы дала бы здесь немножечко освещенности. Но есть тут еще одна цацка. Есть такая цацка, как свет из-под теневой. Слыхала такую мысль уже? Нет. Свет из-под теневой. Смотрим, как он себя ведет. Он сразу отъял пространство. То это сюда вышло, а то явно из-под этого там вдали. Пустяк. Надо научиться. Надо написать себе на бумажке свет из-под теневой. И в конце смотреть, где я могу это подсунуть. Я постоянно зову людей и говорю, а ну-ка найдите мне здесь свет из-под теневой. Вы все время слышите, слышите. Особенно те, кто уже немножко походил. Очень трудно находится. В начале вообще это слышится как тарабарщина. Что это такое? Как это вообще? Я просто понимаю, что это слышится как тарабарщина. Но надо начать искать это. Где это можно положить на фотоматериале. Где это можно положить в собственной картине. И где это положили художники в собственной картине. Прям посмотреть, где у художника. Вот достала какую-нибудь репродукцию в интернете или еще где-нибудь. И посмотрела, где у него свет из-под теневой. Научиться мыслить этой категории. Спасибо. Можешь написать Ксения? Спасибо.